Девчата, привет! Делюсь теми ароматами, которые больше всего носила этой весной. Это, как говорится, самый честный обзор. Это не то, что хотела носить, а то, что реально носила. Итак, первый однозначно Gypsy Water. Это такая древесно-ванильная можжевеловая водичка, которая мне придает свежести, стиля. Она такая деловая, повседневная, чистая. Она идеальна для интервью, на работу, на встречи, вообще на каждый день, к любому образу, на любое мероприятие, утро, вечер. В ней не жарко, она не притерная, не сладкая. В то же время не цитрусовая такая, просто банальная, знаете, как для водички для спортзала. А реально такой интересный, спокойный аромат, без аромата, аромат вторая кожа, аромат, который вам придаст делового образа, статуса, но не будет вульгарным, кричащим, не будет отвлекать внимание от вас. Вот такая вот сладкая, конфетная, фиалковая, пудровая, сандаловая водичка Body Miss, которую ношу просто с удовольствием всю весну и на море, и в Дубае, и в аквапарке, и по городу, в Кишиневе, и в Киеве, в общем, уместно везде, всегда вроде бы сладкая, вроде бы карамельно-конфетная, но так как она полупрозрачная Body Miss, то она не душит, не как бы без перебора. Такой легкий мист-вуаль сладкого, женственного, кокетного, флиртового аромата. Аромат такого зена, спокойствия, медитации, ароматерапии, спа, вот чего-то вот такого Blue Turquoise от Armani Preve обожаю. Это моя самая любимая, наверное, солёная ваниль. Уместный в любую погоду, на любое мероприятие, вообще, к любому образу, это тот аромат, который вас перенесёт в такое состояние блаженства, умиротворения, спокойствия, медитативное состояние, и такое просто спокойствие и полный зен. Конечно же, весна этой цветочной ароматы, и для меня, когда мне хотелось цветов, у меня рука тянулась к перегрина от Tamin. Это просто цветочная бомба для любителей гурманики. Это цветочный аромат, но уникальный за счёт карамели, клубники. Он, в общем, такой конфетный, карамельный, клубничный, сладкий, но в то же время воздушный, элегантный, изысканный, очень-очень женственный. Мой любимчик O'Doil – это туалетная вода. Я себе сейчас заказала и парфюмерную воду. Мне интересно будет сравнить, потому что это оказалось одним из моих реально самых любимых ароматов этого года. Вы видите по остатку. Это древесная хвойная ваниль. Аромат очень чистый, деловой, профессиональный, каждодневный, опять же, спокойный, не кричащий. Его можно и на работу, и на учёбу. Я вот с ним, я же не знаю, каждый раз, когда у меня тренинги в школах с учениками, вот я в этом аромате. Он как-то уместный всегда на выходные, на работу, на учёбу, на отдых. Спокойный, освежающий, немножко сладковатый, немножко такой, имеет эту сладость чистой женской кожи, но не притерный, не липкий, не гурманский. Такая вот чистая древесная сладость ванили. Не знаю, как его описать, но его просто обожаю. Каролина Эрера Good Girl Blush. Насколько я не люблю эту упаковку, но я ему готова это просить, потому что аромат здесь просто божественный. Девчат, это что-то между Делиной, Делиной Эксклюзив, шикарным сандалово-мускусовым, кремовым, каким-то таким телесным ароматом, может быть, Титяна Терренси. Вот это что-то такое невероятное, кремовое, мускусное, обволакивающее, суперстойкое, цветочное, в то же время уютное, сладковатое. В общем, это реально кайф, несмотря на упаковку. Упаковку хочется спрятать, чтобы её никто не видел, а то, что внутри, это шикарно. Когда мне хотелось просто такой, знаете, лёгкой цитрусовой ванильной водички, вот у меня был вот такой, как бы я его использую вместо боди миста, это Акуа Легория Форте Боско Ванила. Такой, ну, вот такая полупрозрачная ванильная водичка с цитрусами, очень легко носится, реально как боди мист, но каждый день, реально, везде, всегда, всегда уместно. Вот я её тоже иногда на себя поливала. И, конечно же, Декас не может пройти это. Весна, не весна, не лето, не осень, вообще ни один год без моего любимчика Декас. Я его обожаю. Это тот аромат, который мне поднимает настроение. Это просто взрыв позитива, эмоций, жизнерадостный такой, амбровый, цитрусовый, ванильный, но в то же время в нём есть и табак, и смолы, и какая-то дымка, загадочность. Но он, знаете, и яркий, и серьёзный, и деловой, и такой чувственный. В общем, это просто рекоменд. И когда мне хотелось чего-то такого этакого, это у меня была Торина 22. Это шедевр в моей коллекции, который у меня появился этой зимой, и я просто не могу им насытиться. Кстати, он не такой комплементарный, насколько я бы подумала, да, потому что я от него просто без ума. Мой муж не в вас, как бы, ну, не то, что он ему не нравится, но он бы его никогда не приметил. Для меня же это просто снос башки. Если будет у вас возможность, просто протестируйте и поделитесь, если вы со мной в том же самом лагере, или я там просто одна схожу с ума по этому аромату.